В Аузовском районе Алматы по горячим следам задержан мужчина, подозреваемый в попытке кражи из салона автомашины. Событие развивалось на проспекте Абая у супермаркета. Незнакомец разбил лобовое стекло Volkswagen и пытался проникнуть внутрь. Тщетно. Злоумышленника задержал экипаж дорожно-патрульной полиции «Буран-121». Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый местный житель. Таким образом, мужчина пытается оправдаться. Его личность обязательно проверит на причастность как к этому, так и другим аналогичным преступлениям. А тем временем, следственная оперативная группа УВД во время осмотра месопроисшествия зафиксировала следы попытки взлома замка двери автомобиля и приобщила соответствующий документ к материалам уголовного дела, который возбудили по 175-й статье УК РК. В начале 11-го ночи в полисаднике у 13-этажного дома, расположенного на углу проспекта Толюби и улиц Сайна, был обнаружен труп мужчины, который по предварительной версии мог упасть с высоты. Личность его полицейскими была установлена сразу же. Однако на первоначальном этапе доследственной проверки не было достоверно известно, откуда именно упал человек. К тому же он проживал в другом районе. Между тем, врачи констатировали, что смерть мужчины наступила мгновенно. Полученные им телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью. Осторожно, мошенники! В Алматы активизировались телефонные аферисты. По данным городского ДВД, людей, как правило, обманывают путём распространения сообщений на мобильные телефоны о различных выигрышах, за которые организаторы липового розыгрыша просят абонента перевести на счёт определённую плату. Или же есть другой, не менее распространённый метод преступного обогащения. По данным сыщиков, речь идёт о так называемом звонке лжеполицейского, сообщившего абоненту об аресте его родственника. Согласно статистике, такие тревожные звонки поступают глубокой ночью, когда бдительность потенциальной жертвы притуплена. С начала года в мегаполисе зарегистрировано 64 аналогичных преступлений. Около половины из них раскрыты представителями оперативных подразделений Департамента полиции. В этой связи стражи порядка призывают граждан никогда не поддаваться на провокации сомнительных лиц, быть более бдительными и менее доверчивыми. А если всё же кто-то пострадал от преступных действий мошенников, необходимо немедленно сообщить об этом в полицию по телефону 102. В полиции Алматы состоялся слёт молодых сотрудников и их наставников. Это ежегодные события, ставшие доброй традицией Департамента внутренних дел. Во время встречи было отмечено, что сегодня полиция мегаполиса является одним из крупнейших подразделений в системе МВД, и, соответственно, ежегодный охват наставничества молодых сотрудников и специалистов составляет около 400 человек. В сегодняшний слёг посвящен встреча с молодыми сотрудниками, которые окончили учебные заведения МВД, прошли первоначальное обучение в учебных центрах министерства. Сегодня первый их шаг в самостоятельной деятельности. Работа советов начинается с ежеквартального планирования и участия в закреплении конкретных наставников за молодыми сотрудниками с учётом индивидуальных особенностей и потенциальных возможностей подшефного. Каждый наставник ведёт дневник, в котором находят отражение меры индивидуального планирования, начиная с изучения автобиографических данных семейного положения и жилищных условий, личностных особенностей характера, поведения, усвоения профессиональных навыков. Наставник формирует индивидуальные поручения, инструктирует подшефного о способах их исполнения. Совместно изучает нормативную базу по специфике службы, проверяет конспекты и экзаменует по пройденным темам. Хотим нашим молодым сотрудникам привить новые знания. Знания должны быть обязательно идти через убеждения, через формирование личных убеждений и положительных качеств. Внимание, розыск! Управление внутренних дел Алмалинского района Алматы разыскивается без вести пропавший Ким Юрий Александрович, 1961 года рождения, который 20 сентября 2013 года ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. Приметы разыскиваемого – рост 167-170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие, темные, глаза темные. Особые приметы – на правой руке, на среднем пальце татуировка в виде перстня. Убедительная просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Юрия Ким, сообщить по телефону 254-46-08 и 8-771-407-48-52. Отделом криминального розыска Управления криминальной полиции ДВД города Алматы за совершение преступления разыскивается уголовный преступник Маринец Виктор Юрьевич, 1981 года рождения. Приметы разыскиваемого – европейского типа лица, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые средней длины, нос большой и с горбинкой, губы тонкие, уши большие, глаза большие, брови дугообразные. Особых примет нет. Убедительная просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Виктора Маринец, сообщить по телефону 254-43-51-8-701-760-4028. По данным Центра оперативного управления Департамента внутреннего дела Алматы, за минувшие сутки в городе были зарегистрированы 124 преступления и происшествия, 65 из них раскрыты по горячим следам, в том числе два изнасилования, два грабежа, 76 краш чужого имущества, 4 наркопреступления, 5 хулиганств. Зарегистрированы 13 дорожно-транспортных происшествий, один человек погиб, еще 16 травмированы. Редактор субтитров А.Семкин